В Москве эти майские ощущаются? Перекрытия. Как всегда, репетиции в этот раз довольно жесткие, с учетом военных действий, которые идут, и прилетов разного рода летательных аппаратов. Поэтому я вчера даже не смог доехать до студии, из дома выходил на пастуховские четверги. Ну, в общем, вот так как-то. Ну и репетиция, техника ходят, улицы перекрываются. Ну, ощущение, что жестче есть? Да, ощущение жестче есть, заранее предупреждают. Вот у тебя в новостях сейчас, что каршеринг отменили. Правда, и раньше его отменяли просто без такого грохота. Но, естественно, когда идет техника, какой каршеринг? На дни парады, на дни репетиции. Но пока ничего не отменяется, насколько я вчера вечером узнавал. Пока в Москве все готовится к параду, к параду военной техники. Мы видим эту технику на улицах города, понимаем объемы парада, они такие же. Владимир Владимирович приедет на парад? Ну, я не знаю, а то, наверное, он же верховный, он должен принимать парад. Алексей Алексеевич, вы сказали по поводу каршеринга, который не работает из-за перекрытий, но для каршеринга нужна еще и GPS-навигация вообще. Не говори, естественно. Но я должен сказать, что те, кто на автомобилях едет вокруг Москвы, вокруг Кремля, знают, что ты едешь там по набережной и оказываешься где-то в Домодедово. Там всегда стоят какие-то аппараты, которые сбивают тебя. Но, в принципе, сейчас это особый случай. И, безусловно, вчера, после вот этой истории с дронами над башней Сената, там все вырубили, верно, весь центр Москвы был вырублен. Это верно. Алексей Алексеевич, давайте тогда все-таки с этой историей с дронами начнем, потом перейдем к заявлениям Пригожина, вашего процессуального оппонента, так сказать, в недавних судах. Так вот, вы к чему склоняетесь? Какой версии? Мы с товарищем Энтони Блинкином держимся одинаковой позиции, мы не хотим спекулировать. Закапываете себя, Алексей Алексеевич. Да-да, почему? Это известная история. Я сказал раньше, чем Блинкин. С другой стороны, вы иностранный агент, вам как раз можно. Да-да, он за мной повторил. На самом деле, вот мы вчера об этом подробно говорили с Пастуховым, который считает, что это, скорее всего, некое украинское действие. Уже на самом деле не важно, а важно интерпретация и последствия. Последствия не состоялись, как мы видим. С одной стороны, никто не наказан среди российского руководства. Ну, во всяком случае, сегодня, перед парадом. Или, по крайней мере, нам этого неизвестно. Ну, ты знаешь, руководство ПВО, оно как бы имеет имя, фамилию, отчество. Все на местах, короче. Вторая история заключается в том, что не было ответа, как после Крымского моста, усиление. Это был, конечно, был и обстрел Херсона, где погибло, по-моему, 23 человека уже. Но такого вот ответа, покушения на Путина, вот такого ответа, который мог бы быть, который мог бы оправдать это, такого тоже не было. И мы заметили, что, мои корреспонденты заметили, я сам не смотрю телевизор, что в вечерних выпусках новостей, в отличие от телеграм-каналов, сам эпизод не показывали. Нет, там красоты показывали в основном. Просто красоты. Так там все красоты. Да, и тут же одновременно появился дрон над Киевом, который, украинский дрон, который, сами украинский, потерял управление, как говорят, руководство СВСБ. То есть две картинки совмещаются. В общем, какой-то дурной спектакль. Но у нас этот дурной спектакль уже давно продолжается. Самое главное, Максим, на мой взгляд, воспользовались бы российские власти этой истории. Неважно, кто ее запустил, они сами или Украина, или какие-то отдельные структуры, украинские или российские, воспользовались ли они это для эскалативных действий. Пока только эскалативные слова. Да, эскалативные слова, по большому счету, обвиняют, в том числе, американцев, в том, что это было покушение на Путина. Да, нет, покушение на Путина, просто Следственный комитет открыл дело по факту. Поэтому это сейчас российским руководством расценивается как попытка покушения на Путина. Это официально. И следствие начинает работать. Но здесь, конечно, важно то, что немедленно американцы, уже другой американец, Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности, заявил, что мы к этому не имеем никакого отношения. Это ложь. Это прямо сказал, вот это все ложь. Кисков говорит ложь. Мы не имеем никакого отношения. Но это все пока, еще раз повторяю, слова, которые могут забудутся, а могут не забудутся через два дня. Поэтому история мутная. Я вот вчера поздно вечером смотрел интервью с министром иностранных дел Франции, госпожой Колона, ее, естественно, спросили про это. Говорит, у меня никаких дополнительных и секретных данных нет. Эта история, говорит, она странная и, она сказала слово «мистерью», «таинственная». Да, таинственная. Но она девушка вообще такая, францужинка, с итальянским происхождением. Поэтому на самом деле важны последствия. Уже само событие, оно вторично, на мой взгляд. Пока их нет, но эскалация может быть любая. А вы согласны тем, что это развязывает руки? Это руки развязаны 24 февраля, Ерну, ей-богу. Повторяю, да, это история, но мы же не будем идти вслед за Владимиром Рудольевичем Соловьевым, который кричит Зеленскому через фронт, что все обязательства с тебя сняты, с тебя, кота, по тебе сняты, вот обязательства. Я просто напомню, что в свое время бывший премьер Израиля Нафтали Беннет рассказывал историю, что когда он говорил с Путиным в первый день, 24 февраля, он ему задал, как бы, ну, премьер-министр все-таки задал вопрос, что ты даешь мне слово, что не будешь покушаться на жизнь Зеленского. И Путин ему дважды сказал, нет, мы не будем уничтожать Зеленского. И по словам премьер-министра Израиля, он позвонил из машины, когда я говорю, позвонил из машины Зеленскому и сказал, что на тебя не будут покушаться. Вот, эта история, она публичная, повторяю, из уст премьер-министра Израиля, поэтому, видимо, Соловьев имел вот это в виду, что все обязательства сняты. Но, повторяю, это все эскалативные пока слова. Пока слова. Евгений Пригожин... А можно еще чуть-чуть про это? Есть последствия, которые там, развязывание, неразвязывание рук и действия российских властей, но есть последствия, что называется, для общественного мнения, для того, как это воспринимается. По разному. На ваш взгляд, как это будет восприниматься гражданами России? Потому что... Ну, проголосуйте, послушай. Подожди. Вот граждане России, которые сейчас нас смотрят. Ну, проголосуйте. Как вы думаете? И сделаем в течение этой программы, или завтра, если сейчас неудобно, несколько вариантов. И посмотрим, как это воспринимается, что мы будем фантазировать. Но для вас, как для гражданина России, как для москвича, который прожил больше 18 лет в Москве, как минимум. Все-таки это какой-то важный символ, дрон прилетает во флаг Российской Федерации в Кремле. Максим, опять одно дело, смотрите, какие опции, еще раз повторю. Одно дело, если это сделало украинское государство. Другое дело, если это сделали, как считает пастухов, некие отдельные части украинского государства. Третье дело, если это сделало российское государство. Четвертое дело, если это сделали некие части российского государства для давления на Путина. Но если говорить не как общественное мнение воспринимается, а как на самом деле, да? Ну, вот это же разбираем. Это для давления на Путина, это для того, чтобы Путин... Ну, всем же понятно, что в 2.30 в Кремле ночи Путин, который только что прилетел из Санкт-Петербурга, он не в Кремле. Ну, это же понятно, я думаю, что и российская разведка, и украинская разведка это знают. Это значит, это произвести впечатление, на кого делим. Либо на общественное мнение, как ты говоришь, да? Это одна история. Либо на Путина, чтобы побудить его каким-то действием или каким-то бездействием. Ну, вот туда надо смотреть, то есть уже не на сам факт, а на вот последствия этого факта для общественного мнения, для самого Путина, да? Вот я тебе могу сказать, что сегодня представитель прав делами президента Елена, никогда не мог запомнить ее фамилию, Елена Елена, вот. А она сказала, что мы будем в течение дня починим крышу Сената, там нужно заменить две, внимание, две медные пластины. Ну, которые оказались как-то, как она сказала, не ошпарены. Ну, они... Обожжены. Да, даже обожжены, обуглены, я даже не могу сказать. Ну, закопченные, я бы сказал, вот так. Ну, вот уже, вот вся история. Американский институт изучения войны обратил внимание... Я тебя умоляю. Так вот, обратил внимание на сваженную реакцию пропаганды, власти и так далее. Не было никакой сваженной реакции, полное фуфу. Так, расскажите. Если вы... А никакой, потому что была пауза в полдня. Я обратил бы внимание, что в 2.30, в 2.40 ночи это было опубликовано каналом Якиманка чего-то там. Это было видео уже. И только когда Кремль, вернее, даже не Кремль, Собянин, сказал, что дроны запрещены, а что случилось? Это он сделал до того, как Кремль. И через 15 минут Кремль объявляет, и тогда начались всякие разные версии, отнюдь не срежиссированные. Так что, на самом деле, вот если следить за это, все проверяется, это все открыто. А вот это съемка, но есть же съемка, где вот прямо направленная камера. Да, я даже предположил, что это чудесно мог бы снять Константин Эрнст вместе с Файфманом. Ну, это странно же немного выглядит. Нет, там стоят камеры всегда теперь. Нет, там прямо трясется, как будто бы человек в руках держит эту камеру. Нет, она стояла на... Треноги. Видно. Ребята, это уже не... Еще раз, да, это задача для чего? И сработало ли оно? Вот мы ходим сейчас по кругу, да? Оно, вот общественное мнение так, а сам Путин так. Мы не видим резкой реакции Путина. Ну, кроме там слов, как Медведев, который угрожает Зеленской вместе с Соловьем. Я даже теперь иногда путаю их, кто сказал, Зеленский или Медведев, кто Зеленский, или Соловьев, или Медведев. Одинаковая терминология просто. Один спичрайтер у них. Да. Ну что, да, теперь давай про Пригожина. Я про Бахмут хотела спросить. Евгений Пригожин заявил буквально за несколько минут до вашего у нас присутствия в эфире, что они 10 мая уходят из Бахмута. А как бы это сказать повежливо, чтобы не нарываться на новый процесс с Пригожиным, потому что наши адвокаты уже, по-моему, скоро переженихаются. Они больше проводят время друг с другом, чем со своими семьями. Не ему это решать. Во, я как раз хотел спросить, как может человек, который держит какую-то часть фронта, сказать, а я уйду? Он пиарщик. У него большая сейчас история. Это в том, что он все больше и больше становится публичным для того, чтобы имплантироваться в российскую бюрократию. И показывает свою самостоятельность относительно Министерства обороны. И, значит, может быть, он ждет, что ему позвонит Путин и скажет, ну ты что там, что там у тебя-то, ты что делаешь-то? То есть это провоцирование Путина на принятие каких-то дополнительных, может быть, просто контактов. То есть это блеф, кто думает? Он не может сам уйти, это никто ему не даст. Это даже не смешно. Я просто не писаю себе, а кто его удержит? Есть люди. Есть люди. А понятен вообще расклад, сколько там ЧВКшников и сколько там людей от Министерства обороны? Никто ничего не знает. Не надо опять спекулировать. Значит, ЧВК держит определенные позиции. Уход с позиции будет означать дезертирство по всем правилам военного времени. Но они не военнослужащие. Значит, общий военачальник по указу президента, начальник генерального штаба. Все силы разной направленности, включая добровольцев, ДНР, ЛНР, Росгвардии, все подчиняются Герасиму. Это вот с того самого указа. Все военные подчиняются Герасиму. Если я вас правильно понимаю, Алексей Алексеевич, для Пригожина эта история такая. Вход рубль, выход два. То есть он может... Какие два? Двадцать? Двадцать. Ну, то есть он мог войти в эту историю, но выйти из нее он не может сам. Сам по себе, конечно, нет. Он взял на себя определенные обязательства. Да, определенные позиции. И он ей торгует естественным образом. Я думаю, что он хочет контакта с Путиным. Вот это все заявление через голову Герасимову и Шойгу. Владимир Владимирович, позвоните мне. Пусть меня с вами соединят. А у него нет контакта с Путиным? Ну, прямо позвонить, я думаю, нет. Тем не менее, какое может быть развитие у этой ситуации? Насколько это какой-то серьезный кризис управленческий? Это маленький фронт для фронта. Это очень никакой. Это очень маленькая часть ландшафта в ожидании... Просто громкая. ...правильского контрнаступления. Да, он пиарщик, я еще раз повторяю. Он пиарщик. Мы же ничего под этим не видим. А что происходит, собственно говоря, на линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях? Мы же этого не видим вообще. Мы вообще, кроме Бахмута, ничего не видим. А фронт-то у нас там тысяч километров. Это тоже важная история. Ну, и плюс еще, как мы видим, эти беспилотники, которые летают уже по российской территории, там, Белгородской области и Краснодарского края. Да. Но, опять же, если возвращаться к вот этому ожиданию того, что будет, было высказано мнение Сергея Мауслендером у нас в первой части эфира, что во многом вот такие заявления Пригожина, это вроде бы как снятие политической ответственности за возможные поражения. Что, типа, смотрите, мы бы воевали, но нам не давали. Нет, нет, но, слушайте, на него никто поражение не повесил. Это даже смешно, это поражение. Еще раз повторяю, Бахмут вещь, конечно, важная, судя по всему, да, но это очень маленький узел. Ну, политически это вообще неважно. Слушайте, Херсон туда-сюда сходил. Вы чего? Какой Бахмут? Херсон, который столица Херсонской области, включенная в Конституцию Российской, и ничего. И кто потерпел за Херсон? Да никто. Это такой взгляд поверхностный очень. На самом деле Пригожин решает свою задачу. Он не решает задачу войны с Украиной, он не решает задачу взятия Одессы, он не решает задачу даже взятия Бахмута, он решает задачу, демонстрируя свою незаменимость и необходимость российской бюрократии. Хотите военной, военной, хотите в губернаторской, в губернаторской, то есть в цивильной, в мирной, в гражданской. Он пытается и на себя переводит фокус, и все обсуждают вот это, и уже забыли про дроны над Кремлем, потому что Пригожин переключил на эту историю на себя даже вот вас. Алексей Алексеевич, а какую задачу решает Путин, на ваш взгляд? Он решает задачу укорениться. Мы это видим очень хорошо в тех территориях, которые уже находятся под контролем Российской Федерации, ну, за исключением Крыма, да, он уже находился, в новой территории, как сейчас принято говорить. И вот очень много мелких разных решений, которые мы не видим, или вернее видим только те, кто носит очки и читает по буковкам. Среди них я отмечу, естественно, Екатерина Михайловна Шульман, которая смотрит на законодательные вещи. Но надо смотреть еще на вещи, как бы сказать, практические, которые применяются в этих новых регионах, так называемых. Вот посмотрите, сегодня, совершенно случайно, в базе Государственной Думы обнаружили проект закона, был обнаружен проект закона, мне его тут же как бы просигналили, о том, что можно, это проект закона, можно проводить выборы в областях, куда введено военное положение. Внимание! Значит, четыре области, где введено военное положение. Ну, новая территория. Но у нас президентские выборы. Это означает, что выборы готовятся. И для того, чтобы там провести выборы и вообще провести выборы, нужно принять новый закон, чтобы давал возможность этим гражданам, которые сейчас получат российские паспорта, смотри, предыдущий закон, да, могли голосовать, избирать там своих губернаторов и президента Российской Федерации. Это вроде ерунда, база Думы, какой-то закон, какой-то бред. Нет, не бред. Это вопрос имплантации, любимое слово, ты знаешь, да, включения, интеграции, как мы вчера говорили, интеграции новых территорий. Путин не собирается от них отказываться, вот я о чем говорю. Если раньше можно было думать, что он будет ими торговать, да, вы мне вот это, а я уйду с юга, например. Он теперь станет их президентом. Он теперь станет их президентом с людьми с российскими паспортами, которые уже голосовали, совершенно верно. И это все потому, что в базе Думы появилась какая-то хрень, которую мало кто заметил, понимаете, да? Так быстренько ее в трехчтениях проскочит. Ну, просто чуть поправим, причем это будет так, знаете, поправка к такому-то закону, чего-то там, и все. Замена связи на российских операторов, более того, обсуждение и принятие решения, там же школы все-таки есть, да, на этих территориях, дети заканчивают школы, должны были бы сдавать ЕГЭ для того, чтобы поступать в российские университеты, освобождены законом, то есть об этом думают, что им-то дальше как, чего. И вот такие решения, которые так разбросаны по этому полю, это, знаете, я тут прочитал, что Украина сейчас самая большая страна в Европе, где больше всего минные поля. Так вот, это минные поля на будущее. Что потом будет с этими детьми Ира, которые вот закончат школу на этих новых территориях, и куда они? Ну, конечно, можно сразу в армию, да, но нет. Куда они? Пойдут в российские университеты и вузы. А потом, ну и дальше по тексту. И вот надо смотреть на это. А потом тот самый закон, который теперь обязывает три года отрабатывать туда, куда пошлет государство после вузов. Да, смотрите, одновременно с этим... И если кто-то не захочет поехать туда, то он будет обязан поехать туда по этому распределению. Но это еще не принято, но это обсуждается. Но одновременно с этим мы видим, что в украинском руководстве есть разные точки зрения на этот процесс. Например, вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук говорит, ни в коем случае не берите российские паспорта. Ни в коем случае, потому что это, ну, коллаборация. А омбудсмен по правам человека Украины, Дмитрий, как всегда, я лубенец, говорит, нет, если берут пассивно и по принуждению, это не будет потом преследоваться. Это же разное, разное. Это сложные проблемы. Но мы видим, отвечая и завершая мой ответ на твой вопрос, что Владимир Путин, чего он сейчас делает, он имплантирует вот такими мелкими нитями население вот этих новых губерний, новых территорий, отдавая им не только российское гражданство, но и применяя разные российские правила. Вот. Тогда я ответил. Вы упомянули детей. А смотрели ли вы это интервью Львову Белову американскому изданию «Вайс»? А то. Как впечатление. Да я, вы знаете, на один... А я тут... Да, я тут... Ну, скажите свои впечатления. Давай-давай-давай-давай. Я на один момент там обратила внимание, честно говоря. Понятно, что всё, что она там говорит, честно говоря, предсказуемо абсолютно. Но если я правильно поняла, она там говорит, что вот мы недавно опять вывезли детей. Угу. Да. Так это же всё процесс. Это ничего не фотография. Значит, вот теперь вы видите, с чем мы сталкиваемся, когда с ними разговариваем. Вот ты говоришь, не может быть, когда вот я разговариваю и говорю, что вот мы говорим вот это, что вот про детей, а нам, государственные чиновники, разговаривают, да нет, ну подожди, мы всё сделали правильно, потому что мы спасатели, а не преступники. И вот с широко открытыми глазами. И вот это всё с октября, вот с этим, я и мои друзья, которые с этим сталкиваются, вот так вот сидишь, вот так вот. И вот. А тебе надо решить проблему возврата детей, а не поссориться с ними. Поссориться с ними это другие пусть. Нам нужно, чтобы конкретные кейсы решались, и дети возвращались. Понимаю. Да. И вот вам система, вся система аргументов, которая нам выкладывается и вываливается, она вот была публично. Слава богу, теперь все поняли, с чем мы имеем дело. Да. Мы поняли, что человек так думает. Ну понятно же, что она так думает. Понятно же, что она не хитрая сволочь. Другое. Она другая. Как бы это сказать. Я ее называю, в наших разговорах мы ее называем, наша восторженная. Мы ей на интервью закинули, надо сказать, честно говоря. Она нам ответила, что, к сожалению, я завтра не могу на тот день, которым мы ее звали. Он у меня весь расписан. В любой день. В любой другой день. И с радостью. Хорошо, Ир, я возьму на заметку. У меня миллион вопросов. Понимаешь, в чем дело? Мы не с ней работаем, но вот все люди, с которыми мы работаем, они говорят приблизительно то же самое. Приблизительно то же самое. Ну подождите, говорят они. Ну как же, ну были бомбы. Не только нам. Вот, говорят, вот, пожалуйста, вывезли детей из Херсона. Да, в это время украинские войска... Но только зачем им объяснять, что они дети нацистов, и что им нужно переучиваться и так далее. Вот это зачем? Она это не говорила. Нет, ну да, но мы видим, что, по крайней мере, дети рассказывают, что с ними такое было. Дети рассказывают, что с ними такое было. Но дети не рассказывают эти, на самом деле, что вот эти дети, которые рассказывают, они туда уехали в согласии родителей. Вот это дети почему? И родители не рассказывают. Вот конкретно эти кейсы. Это все очень сложная история. Вот мы сейчас работаем исключительно с международными организациями, ООНовскими, по защите детей. И нам все время говорят, ребята, никакого... Кейс за кейсом. Каждый случай отдельно. Каждый случай отдельно. Мы должны понимать, что детские случаи... Нельзя говорить там 200 человек. Надо говорить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 200. Так говорят специалисты, когда речь идет о... Каждый случай отдельно. Потому что в этом процессе есть часть ведомства, которые занимаются там отношением как к преступлениям, то есть ищут подозреваемых. А есть ведомства или люди, которые занимаются жертвами. И вот мы занимаемся жертвами этих историй. Есть люди, которые к этому прежде всего видят преступление, а другие в этом видят трагедию. Мы видим трагедию и видим, что детей надо возвращать родителям. И сразу возникает... У некоторых из них родители убили. Те самые люди, которые увезли потом этих детей. Да, да. По каждому кейсу отдельно. По каждому кейсу отдельно. Расскажите мне, Максим, что делать с детьми, которые эвакуированы или похищены, как угодно говорите, с Донецкой и Луганской области. Вот детские дома. В том числе дети с нарушениями. Возвращать их на линию фронта сейчас? Туда, на место. Вот там идут сейчас бои. Ну, давайте вернем. Если бы вы меня спрашивали, то я бы сказал, конечно, что надо вывезти войска просто из ДНР и ЛНР, вернуться на границы. Это другие ведомства. А про детей вы уже не думаете. Я понимаю, что вам про войска. А я про детей. И про детей в том числе, да. Я, собственно, с чего начала. Как вообще... Ну, то есть, как это работает? То есть, часть детей мы возвращаем, потому что они уже говорят про то, что какой-то процесс... Ну, часть детей мы все равно забираем? Да, да, потому что идет военный действие. Что же забираем? Идут военные действия. Вот вы Львова, Белова услышите, да? Каждый кейс рассматривается. Вот идут зоны боевых действий. Там идут обстрелы. Мы видели, что происходит там, если вы помните, скажем, дети Бахмута. Украинское правительство решает эвакуировать детей вне зависимости от воли родителей сначала, как мы помним. Родители начинают возмущаться. Там что-то происходит. Что делать-то? Еще раз. С какой точки? Не посмотри. Значит, у детей есть законные представители. Я имею в виду не совершенно родители. И если они в интернатах, значит, социальные работники. Какую роль они должны играть? Определяющие. Ну, вот определяющие. И любой родитель скажет, да заберите туда, где не стреляют. И мы это поймем. Но дальше задача начинается. Возвращение этих детей. И если мы говорим, давайте займемся этой проблемой, как Максим сказал. Ну, вот когда закончится война, выведут войска. Нет, так мне чиновники осенью отвечали. Нет, секундочку. Нет. Я задал ему вопрос, он сказал, надо вывезти войска. Ну, выведет. Ну, в Бахмуте там как раз другая немножко история. Вы говорите, что там родители отдавали. Там очень многие родители как раз наоборот не отдавали. Не отдавали в том числе украинским службам, которые водили. И говорят, нет, пускай будут с нами. Максим, вот это и есть трагедия. Вот это и есть трагедия на самом деле. Потому что можно возвращаться к 24 февраля, но мы уже живем в этой трагедии. Можно ахать по поводу 24 февраля, и мы все ахаем по поводу 24 февраля. Но сегодня, извините меня, уже прошло год и несколько месяцев. Что делать-то сейчас? Не потом и не тогда, а сейчас. И считайте, что это, ну, если угодно, моя личная репарация, как говорит Ольга Романова. Ну, личная. Надо возвращать детей родителям. Точка. Надо преодолевать те бюрократические барьеры, которые есть. Надо объяснять госпоже Львову и Беловой, что, кстати, удалось сделать в январе. Даже не в январе, а в декабре, прости, Господи. И начали отдавать детей родителям, которые приезжают. До этого не отдавали. Или отдавали очень мало, 300 человек, по-моему, всего. Ну, можно сидеть и сплескивать руками и говорить, ну, какой кошмар. Ну, какой кошмар. Да, сказали. Раз, два, три. А теперь можно немножко делом заняться? У них список есть? Они ведут список? Нет, списки. Значит, в этом одна из главных проблем. Реестры в таком виде, в странном виде. Значит, ну, у России есть реестр, как я понимаю, порядка 6 тысяч детей разных, которые были вывезены на территорию Российской Федерации. А дальше начинаются приключения. Потому что, во-первых, украинская сторона ведет свой список, но кто? Какой-то сайт на 19 тысяч детей, которые они, слава богу, передали Красному Кресту. Я надеюсь, что Красный Крест, международный Красный Крест, передаст сюда, чтобы можно было посмотреть конкретные досье. Дальше в докладах появляются разных цифры. 200 тысяч детей, 700 тысяч детей. Потом начинается выясняться, что туда вносятся всех детей Крыма за 14 лет. Как с этим работать? Куда их возвращать? Сейчас Максим скажет, вместе с Крымом. А до этого? А до этого? Вот сейчас. Вот они сейчас. И вот одна из главных проблем – это проблем реестра. Совершенно верно. И, конечно, здесь, на мой взгляд, и на взгляд людей, кто этим так спокойно занимается, и не очень громко, нам нужна помощь международных агентств, которые им доверяет Украина, в первую очередь, и должны они получить от Украины, значит, добро, так же, как по атомной энергии МАГАТЭ, да, так же, вот, ровно так же. Вот ровно так же какие-то агентства ООНовские, я просто не буду их называть, потому что все это очень хрупко и фарфорно, поскольку ни российские, ни украинские власти на прямой контакт по этим вопросам, в отличие от обмена военнопленных, не идут. Не идут. Ну, куда они пойдут, когда Москалькова под санкциями, а Львова Белова под мандатом? С кем разговаривать? А вам кажется, она справедлива там, под мандатом? Да мне все равно. Это пусть суд решает, это мандат для суда. И вот юристы пусть разбираются про ответственность. Еще раз, как говорил Воланд, каждое ведомство должно заниматься своим. Фрида, тебе больше не будут подавать платок. Это мы. Понимаешь? А те, кто наказывают, это вот пусть они за ним гоняются, доказывают и так далее. Мы детьми занимаемся, мы занимаемся жертвами, а не подозреваемыми. Если хотим что-то сделать. На ваш взгляд, насколько это важно сегодня, или это вопрос третьего плана, чтобы этих детей не переучивали быть украинцами на то, чтобы быть русскими? Конечно, важно. А этим кто-то занимается сейчас, по вашей информации? Занимается. Насколько это удачно или неудачно получается? Ну, это хорошо, что это стало публично, потому что мы видели в том же интервью Львова Беловой. Конечно, есть случаи, и наверняка они есть, этим тоже надо заниматься. Это штука абсолютно недопустимая. Это и есть военное преступление. Даже не столь эвакуация с поля боя, извините меня. Так о том и речь, конечно. Да, но для этого, а вот тогда, извините, нужны расследователи. Но вот эти расследователи, которые будут на территории России расследовать, а для этого нужны международные организации. А для этого нужно отлоббировать российскую власть так, чтобы эти организации были пущены. Конечно, ООНовские, так же, как под МАГАТЭ, я говорю. Это только вот таким образом. И никаким другим. А опросы вернувшихся детей в этом смысле не являются? Я думаю, что в суде это будет мало значить, потому что понятно. Вы спрашиваете одну сторону. Суд, если говорить о суде, это всегда прокурор и адвокат. Переучивали название лагеря, имя пионер Вожатого, кто тебя бил палкой. Потом приезжают сюда и начинают это проверять. А если сюда не приезжают, ну чего? Что-то надо делать. Именно поэтому надо добиться, чтобы международные организации по защите детей работали, еще ООНовские работали на территории Российской Федерации. Пока этого нет. Давайте тогда к еще одной теме, связанной с похожими историями. Россия, Украина и Западом, и международными организациями. У вас в телеграм-канале читаю, что Бельгия проинвестировала замороженные российские деньги. Это как? Они же замороженные. Это просто неправда. Это вот так, как работает сейчас информация. Потому что я когда это увидел, я-то знаю позицию Евросоюза. Они не знают, что с этим делать с замороженными российскими деньгами. Они боятся создавать прецедент, потому что еще никакой конфискации нет. Это замороженные. И вдруг приходит новость, что Бельгия использовала замороженные средства для покупки вооружения для Украины и помощи украинским беженцам. Этого не может быть, потому что не может быть, а что было на самом деле. Я начинаю рыть. И спасибо, есть у нас бельгийские подписчики в Твиттере, что называется, которые объяснили, что эти деньги, которые были заморожены, были инвестированы в какие-то производства, была получена прибыль. Деньги, замороженные средства остались. Они прокрутились. Была получена прибыль, проценты. С этой прибыли были выплачены налоги в бельгийский бюджет. И вот бельгийский бюджет и помог Украине. Вот так вот все. Понятно. То есть это налоги с прибыли замороженных средств. И оказывается, что новость немножко другая. Ну, это бельгийский бюджет, бельгийское правительство вправе распоряжаться своим бюджетом, откуда бы деньги не получены законным образом. Это законным образом полученные деньги. Вот и все. И до сих пор идут очень бурные дискуссии, что делать. Вот на каждом интервью я задаю вопрос, и я говорю, нет ответа. Потому что пока нет законов, по которым мы можем эти деньги конфисковать и применить. А вот прибыль, проценты и тоже морозят. Но налоги с этой прибыли по закону, они становятся бельгийскими или французскими, или, не знаю, польскими, португальскими деньгами. Их право распоряжаться. На самом деле мало кто обратил внимание, что такие, казалось бы, юридические тонкости, они очень нервные. Потому что вот когда сейчас президент Зеленский был в ГАГе, он выступил против гибридного трибунала. Что такое гибридный? Что это да? Значит, значительное количество европейских стран выступает не за создание международного трибунала по принципу, как во время войны в Югославии, по бывшей Югославии. А гибридный трибунал – это по международным правилам, но в украинской юрисдикции. Вот вы и отвечаете. Не хотят создавать международный трибунал а-ля Нюронбергский, а-ля международный. А предлагают, вот давайте мы создадим по международным правилам с международными экспертами, международный прокурор, но по украинской юрисдикции, не по юрисдикции его. И Зеленский выступил против. Он сказал, нам нужен будет Нюронберг, но по принципу Нюронберга или трибунала по бывшей Югославии. Он выступает там, это сказал. А почему? Исходя из чего, на ваш взгляд? Ну, потому что ему нужно, чтобы мировое сообщество осудило Россию, а не то, что Украина осудила Россию. Я понимаю, почему он это сказал. Вот это очень важная история, и такие вещи тоже очень важны. Они в профессиональной среде, насколько я знаю, очень сильно дискутируются, я имею в виду, в юридической, так же, как история с детьми, ну и так далее. Юридически очень много, так же, как история с деньгами, так же, как история с трибуналом. Это все новации в международном праве. Все должно бы выглядеть справедливо и законно, понимаешь, да? И у Нюрнбергского трибунала, у трибунала победителей, принявших капитуляцию, очень много критиков, на самом деле. Это у нас запрещено, так сказать, комментировать, не комментировать, там, критиковать решение Нюрнбергского трибунала. Это у нас запрещено в России законом. А во всех странах критикуют, потому что были несправедливые освобождения и были несправедливые с точки зрения юридической, были несправедливые приговоры. Поэтому хотят справедливости. Вот к трибуналу по Югославии там тоже и по Руанде были всякие вопросы у юристов. Надо, чтобы признавали эти решения. Вот мировое сообщество, западное сообщество, хотят, чтобы эти решения признавались справедливыми. То есть нужна структура, чтобы она была справедлива, чтобы это не был, как там Кац пишет, твиттерский трибунал. Алексей Алексеевич, вернемся в Россию и к тем судебным процессам, которые тут. Евгения Беркович и Светлана Петричук, режиссер и драматург за спектакль «Теперь под следствием». Это какая-то история новая или вам как раз кажется, что тут вообще ничего нового нет? Ну, посмотрите, первое. Когда говорят, посмотрите, какой блестящий поэт и блестящий режиссер, я говорю, ну что это за аргумент? А если бы она была плохой поэт, ее можно было сажать? Ну вы о чем? Значит, мы имеем дело со спектаклем, с пьесой, написанной в 19-м году, поставленной, по-моему, в 21-м году, получившим две золотые маски, одобренные всеми, в решение премии. Это пьеса и спектакль о российских женщинах, которые уехали за своими возлюбленными в ИГИЛ, экстремистскую террористическую организацию. И авторы, ныне арестованные, сегодня, по-моему, сегодня в два часа будут принимать решение о мере приспешения, авторы исследуют, как и положено, почему так случилось. Это скорее абсолютно антитеррористическое действие. Любое исследование терроризма – это антитеррористическое действие. Это исследование на сцене. И поэтому, конечно, сам повод по себе достаточно придуманный, притянутый за уши, но очевидно, что, скажем, Евгения Беркович, она реально выступает с антивоенных позиций, пишет очень хорошие, с моей точки зрения, антивоенные стихи, которые широко расходятся. Ее, на самом деле, за ее публичную позицию притянули. И правильно написал Дима Муратов, и «Новая газета» выпустила открытое письмо «Арестовывайте убийц, а не поэтов». Это правильно. Но это следующий ход, конечно, хотя он не новый, вспомним дело Серебренникова, театральное дело. Это театральное дело номер два. Потому что сейчас именно в театрах люди ищут ответ на все эти проблемы. Ну, вот как бы их исследуют, как бы их анатомируют. Я сейчас был в Питере, я познакомился с Андреем Могучим, я не знал его раньше. Мы с ним долго про это говорили, не про Евгения Берковича, потому что мы не знали, это было до... Но вообще про роль театра, что вот люди ходят и ищут, как в советское время ходили на Таганку, да, ищут объяснение нынешней несправедливости. И, конечно, в администрации президента, и в правоохранительных органах, в Центре ЭТОМ или в Следственном комитете увидели в этом угрозу. Потому что во время военных действий нация должна быть едина, как мы знаем. А вот, собственно, и вот. А спектакль разве сейчас вообще шел? Это не имеет никакого значения. Он сейчас шел, а вот там недавно, значит, спектакль в Москве поставленный Андреем Могучим, сказка, забыл как, напомните, наш чат, был снят в Театре наций. Был снят просто. Это неважно про этот спектакль. Это спектакль как повод. И это дальнейшее давление на тех людей, которые могут вокруг себя или вокруг своих произведений собирать ищущих. Несогласных – не согласных, отдельно – не согласных, а ищущих. Сказка про последнего ангела. Совершенно верно, спасибо большое. Это вот снят в Театре наций, а что такое? Ну, сказка. Слими Джедовной, потому что. Или Андрей Могучий, потому что. Ну, неважно, вокруг него собираются. Там собираются люди. Вот я вам рассказывал про то, что Владимир Путин, когда там, про Навального, да, что вот человек, который может собрать людей и вывезти на улицу. Опасен. Значит, вывезти на улицу, уже забыли, собрать людей. Спектакль собирает людей. Опасно. Вот в чём подвох на самом деле. Никакого там, конечно, оправдания терроризма нет. Ну, я пьесу читал, я спектакль не видел. Ну, вот, Алексей Алексеевич, смотрите. Одно дело, когда это, ну, условно, не знаю, театр ДОК, который изначально был в определённой среде и с определённым посылом. Другое дело, когда спектакль, который получал две золотые маски, ну, то есть признан сообществом. Насколько это сообщество будет такие вещи, ну, как отдавать каждого по одному? Или оно попытается... Ну, пока мы смотрим. Смотри, мы видим письмо, мы видим протесты. Я имею в виду, не обязательно улицы, но видим в общественном пространстве, потому что соцсети – это общественное пространство уже. Это улицы, если угодно, площади. Мы видим эти протесты, мы видим, что люди... Это так же, повторяю, как сделан Серебренникова. Я вам напомню, что люди вполне лояльные лично Путину, ну, и российской власти выступали тогда с протестами. Но протест – это не обязательно стоять с митингом. Мы знаем, как там ходили тот же Константин Хабенский, Олег Меньшев. Ну, в некотором смысле товарищ Сталин произошла чудовищная ошибка, это тоже протест. Нет, 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 это тоже... Нет, это не так. Это не так. Это преуменьшение. Извини меня, для того, чтобы прийти к президенту и сказать, ваши клевреты ошибаются, это поставить под удар себя, это сжечь свои возможности. Люди, тем не менее, ходили и говорили это и Путину, и другим. Это то же самое, извини меня, как с Иваном Сафроновым. Когда ходили постоянно ребята из «Коммерсанта» и главный редактор «Коммерсанта» Желонкин, и ходили и говорили Владимиру, при мне, Владимир Владимирович, это все неправда. Это что, товарищ Сталин, произошла ошибка? Не надо было ходить? Не надо было за Сафронова заступаться перед президентом? Ну, извини меня, значит, я совершил ошибку. Дважды. Говоря об этом с Путиным. И, конечно, Путин ставил против меня галочки, что человек тоже не очень лояльный. Это снятие лояльности. А вы были разве лояльным Путину? Я не понимаю. Нет, это любой человек. Вы говорите, даже лояльный президенту Путина ходит, и это тоже способ протеста. Но «Коммерсант» лояльный был. Лояльный. Главный редактор «Коммерсанта» лояльный. Олег Меньшиков и Константин Хабенский, и Евгений Миронов, которые ходили по делу Серебряникова, лояльны? Конечно. Конечно. Маргарита Симоня, которая по делу Серебряникова говорила с Путиным, лояльна? Конечно. Конечно. И, тем не менее, говорила. И вот такие процессы, вот сейчас посмотрим, насколько люди, это очень важно, которые даже поддерживают Путина в войне, даже считают, что война правильная, искренне, насколько они будут задеты этим делом, новым театральным делом 2. Насколько они будут считать, что это перебор. Потому что, когда говоришь про Комурзу или про Навального, говорят, ну, это враги режима, они сами выбрали себе такую. Это политические враги, да? Они говорят, мы политики, мы против Путина, вот они там западные наймиты и так далее, их поддерживают, значит, там эти, эти. А в этой истории такого не скажешь. В этой истории такого не скажешь. Такого ответа не будет. А что будет? А вы сначала зайдите, что будет. Это будет ваша личная репарация. Мне очень понравилось это выражение Ольги Романовой. Личная репарация. Окей. А у тебя, Ир, что-то или мне продолжить? Продолжай. Возвращаясь тогда к этим внутриполитическим процессам. Вы сказали о том, что то, что выборы должны разрешить в регионах, где введено военное положение, это в некотором смысле подготовка к ним. Это еще один сигнал. А вам понятно, уже началась его кампания как лидер? 24 февраля прошлого года. То есть вот так даже? Началась его кампания. Потому что, безусловно, вечность власти, в том числе, повторение крымской истории, это одна из тех причин, не главная, хотя многие считают, что это для того, чтобы сохранить власть. Ну, не главная, но важная история. Он защитник. И помните, я вам рассказывал, а вы надо мной смеялись еще, когда эхо было, что он мнит себя Бэтменом. Я ему это в глаза говорил. Вот он прилетел, спас и влетел. Поставил елку на площади, велел выплатить зарплаты, а тут спас русское население Донбасса, как он говорит. Вот он Бэтмен. А за это он получает что? Благодарность, любовь и голоса на выбор. Цена. Бэтмен за что? Работал ему, деньги были не нужны. А матери и жены сейчас так же, простите, они будут как-то благодарно голосовать? А кто им знает это? Надо спрашивать про матери и жен, ты понимаешь? Он как Бэтмен привозит деньги, понимаешь? Взамен мужа и отцов. Это называется компенсация или репарация. Ваш сын, муж пал на поле боя, защищая русских детей Донбасса, а я не могу вам его вернуть, но могу дать вам средства, чтобы поднять сирот. Вот что происходит, вы просто на шаг вперед. Алексей Алексеевич, безотносительно, ну понятно, что я, по крайней мере, всегда с иронией отношусь к этим разговорам, но тем не менее я вижу, как эти разговоры ширятся, множатся. Какие разговоры? О двойниках, да, они вот ширятся множество, во всяких каналах и так далее, или в мировых медиа в том числе, но нас не интересует на самом деле сам факт того, что есть, нет и так далее, это дело десятое. Сам факт того, что это ширится и об этом говорят. О чем это говорит? О каком его статусе это говорит? О том, что люди лояльные ему начинают на эту тему рассуждать? О каком, ну грубо говоря, какой он тип политика, если вдруг это приобретает важность какую-то в разговорах между людьми? Сколько их Путинах, какие они, какие у него уши, а он ли это и так далее? По-моему, это отвлекает от главного, от количества жертв этой войны. По-моему, это запускается людьми, которым не о чем больше разговаривать или которым надоело говорить, ну что, ну 20 тысяч жертв, ну 30 тысяч жертв, ну 250 тысяч жертв. Это же скучно, а двойники это весело. Давайте поговорим о двойниках. О, и тут все набегают сразу. Я вполне допускаю, что они есть на самом деле. Я вполне допускаю, что они есть и иногда они применяются. Это как-то влияет на политику? Это что, как ты говоришь? Вывезти войска в казармы, как и я считаю, да? Верните солдат домой. Это что, что-то меняет? Эти двойники на самом деле либералы? Ну, вот они придут и примут, и мы ему тут, ой, так это же был двойник. Ну, вот это о чем? Кукольный театр сидит какой-нибудь Кириенко в виде Карабаса-Барабаса, безбородного, говорит, ну, пусть они вот это пообсуждают. Ха-ха-ха. И на самом деле абсолютно правильно, там, серьезные политики, а не политологи, на пресс-конференциях, когда их спрыгают, да мы не знаем, это не важно. Это не важно. Важно другое. Важно, что может изменить политику военную. Вот это важно. И там, после Путина, как принято говорить, вот мы сейчас сделали большое, Лёля Сервита сделал большое интервью с Гуриевым, и оно у нас выйдет, ну, вот как только его там связь падала, поэтому надо немножко почистить, ну, как только, так сразу. Ну, вот, вопрос-то, а что потом, что там, останется двойник, который будет проводить ту же политику? Ой, я все придумал. Это фильм «Диктатор». Помните, где Чаплин играет двойника? Есть замечательный еще фильм Саши Барона Коэна тоже на эту тему. Честно говоря, в такой учебник демократии в некотором смысле. Да, ну, слушайте, а для того, чтобы производить было трансформацию общества, когда умер Франко в Испании, не потребовался двойник Франко. Вот он не потребовался. И в Польше двойников не потребовался, и в Португалии, и в Греции. Понимаете? Алексей Алексеевич, а он себя, на ваш взгляд, ощущает монархом? Да. Даже не монархом. Он себя, как мне кажется, после Крыма, и это случилось только после Крыма, вот из личных общений, до этого я этого не замечал, он почувствовал миссию. Вот он поверил в свою миссию, что он может, что-то не только вот он отсидел там на число сроков, а потом на яхте на Сардинию и во дворец в Геренджике, который недостроен до сих пор. Не-не, он стал запалом говорить о миссии. Запалом. То есть он мне поверил. И это, знаете, я очень боюсь идеалистов, потому что с циниками договориться можно, с идеалистами договориться нельзя, с романтиками договориться нельзя, на то они идеалисты и романтики. И если раньше мне казалось, что в первые два срока и во время его премьер-министра, скажем, и даже третий срок, хотя я уже тогда называл его реакционным, срок этот, мне казалось, что он такой прагматик, такой рацио. И последнее, что скажу, очень интересно сказал генерал Милли, начальник Объединенного комитета начальников штабов США, он сказал, что русские должны, те, кто мыслят рационально, должны понять, что затраты на эту войну начинают превалировать над выгодой. Вот так мыслят западные военные, западные политики. Затрата выгода, затраты больше, чем выгода, не делаем. А романтики так не считают. А романтики идеалисты. Я понимаю, что слово романтик носит позитивный. Нет. Вот оно должно быть так. Вот у Навального прекрасная Россия будущего, а у Путина прекрасная Россия прошлого. Понимаете? ПРП. У него реально ПРП. Я думаю, что он мечтает оказаться во времена какого-нибудь Александра Третьего на его месте. Был бы он там. И у него действительно он смотрит, он живет с вывороченной головой назад. Вот что там было? Вот Ленин создал Украину, а до этого все было хорошо, были российские провинции, малороссийские. Вы сказали про романтику, я вспомнил эту песню. Романтики с большой дороги. Ну что, дорогие друзья, спасибо всем, кто смотрел. Я хотел тебя поздравить, очень интересный был у вас стрим с... Екатериной Шульман. Да, который вы собрали деньги. Ну да, это у нее, да. Меня же не было. Нет, меня не было, это не я был. Это был не я. Нет, ты сидел за кадром. Так что заходите, донатьте. Мы живем только на ваши деньги. У нас вроде бы кейс возобновляется. Не только утренний разворот. Ну и дальше там. Всем донатьте. Всем пока. Всем пока. У Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время как он сидит в бункере. Умнен. А applications в бункере. Умнен. А称 forg quería. Это работает, а Princess ridiculous. Умнен.